Друзья, у нас сейчас будет начинаться матч По-моему, 2-3 недели Эти команды снова встречаются в финале Ну и вот теперь определяется сторона Кто за кого будет начинать У нас, по-моему, 2 в 3, Na'Vi в большинстве Сейчас посмотрим Стараются вместе держаться игроки команды Na'Vi Друг другу помогают Еще один минус, двое против одного Taz Смотрите, что сдает Taz Самый жесткий Минус 2 100 хп было у Taz По 45 у двоих игроков Na'Vi И удачно сыграл Taz Не дал, чтобы его одновременно порубали И берут ножи, что Na'Vi будет атаковать, как я понял Субтитры создавал DimaTorzok Нормально Короче, ты видел это самое? Пацаны, я вас побанил двоих уже, кто-то там подкидывал с пакета. Пацаны, я вас побанил двоих уже, кто-то там подкидывает. Пацаны, я вас побанил двоих уже, кто-то там подкидывает. Пацаны, я вас побанил двоих уже, кто-то там подкидывает. Пацаны, я вас побанил двоих уже, кто-то там подкидывает. И смотрим, наверное, уже выбивание от FX. Пацаны, я вас побанил двоих уже, кто-то там подкидывает. Пацаны, я вас побанил двоих уже, кто-то там подкидывает. Кто-то там подкидывает, кто-то там подкидывает. Пацаны, я вас побанил двоих уже, кто-то там подкидывает. Это будет карта Де Инферно. 700 Паши, минус от Нео, фокус. Зилока минус Паша, лорд, таз. Два фрага, ну, экономический раунд решили сыграть Na'Vi. Остался у нас один фокус. И против него четверо игроков польской команды. Очень, вообще, должна быть напряженная встреча. По-любому, ну, все прогнозируют, ну, большинство людей прогнозируют три карты в таком противостоянии. Вот многие не верят в то, что Na'Vi смогут выиграть Дынюк. Либо то, что FX могут обыграть Na'Vi на D-Dust 2. Ну, в принципе, сейчас нам игра и покажут, кто был прав, а кто нет. Ну, и какова форма Na'Vi без подготовки на карте Дынюк. Вот они еще сегодня утром даже не планировали эту карту играть, но имеем то, что имеем. И вот сейчас мы видим Na'Vi на этой карте. Уже они обыграли Керченет в напряженной борьбе 16-14 в полуфинале. И вот сейчас парням предстоит испытание посложнее. Na'Vi против FX, у которых, наверное, в мире сейчас один из лучших Дынюков. Я думаю, многие знатоки КС со мной согласятся, что именно эту карту классно играют польская команда. На чемпионате она играла два Нюка, в группе обыграла Iron Will. Если я не ошибаюсь, точно была победа. И еще одна победа была на Нюке. Наверное, в полуфинале над командой DTS уже сегодня. Так что обе команды, по сути, размялись сегодня на этой карте. Обе одержали победы. И у нас третий раунд матча, вы слышите. Ну, опять же, по информации для зрителей в интернете напомню, что ничего я не могу говорить вот по лишнему, по позициям. И вообще, наверное, большинству событий, которые происходят на карте, так как меня слышат игроки. И, понятное дело, это будет подсказка. Сеня продавил, продавил раунд и первый фраг. Получил нео-хедшот. Нави в большинстве 32 секунды. Есть распоряжение украинской пятерки, чтобы закончить этот раунд. И мы сейчас становимся свидетелями очень интересной ситуации. Минус от Сени. Где? Ой-ой-ой, минус от фокуса бомба стоит. Вдвоем остаются Таз и Лорд. Минус от Таза. Слышал я инфу. Знают, где находится Таз. Нави. Ну что, сейчас будет взрываться бомба. Минус от Лорда поймал он с Аликса на длине. И посмотрите. Берут нами раунд. Первый оружейный. С первой попытки. 2-1. Немного поломали экономику польской команде. Но только что было два сейва от FX. Также отметим статистику Лорда. 7-0. Он еще ни разу не умер. Ну и вот 0-3 Маркелов. 0-2 Кубан. Пока что первые три раунда. Не самое лучшее для этих парней. Но это пока не так важно. Я уверен, что и Марика, и Кубана мы увидим. Хотя вот скетч-нету Маркелова тоже что-то не получалось на нюке. Возможно все изменится в этом матче. Сейчас увидим. Ох, как неудачно здесь фокусы приняли. Паша сразу же хэкшот поймал на прыжке. Еще уже на приземлении фокуса. И плюс один для FX в самом начале раунда. Тут конечно интересная такая щекотливая может получиться ситуация. Ого! Сеня! Что за реакция? Есенин просто моментально увидели, как дернул прицелом и сразу же хэдшот. Хотя не ожидал с этой позиции игрока. Но не успел еще одного тиммейта Есенина забрать. И 3-4 на Ави в меньшинстве. 50 секунд. Старикс минус Паша. Ух, нападают. На Сережу? Война. Эх, по-моему им просто не повезло с релоудом. Доля секунды и Сережа мог стрелять. 2 в 3. Минус от Есенина. Оба стоит. 2 на 2. Эдвард там раздал целую кучу инфы. Нео и Лорд остаются вдвоем. Против Маркелова и Есенина. Минус от Маркелова. Лорд последний. Очень важность. То, что сейчас Нави вот так вот переламливает сразу же ход событий после проигранных пистолетов. В третьем раунде вот берут оружейку. И четвертый также забирают. 2-2. Ну, в принципе, пока все, я думаю, зрители пока довольно спокойно относятся к этой игре. Там самая жаркая начнется на второй и третьей карте. Мы еще будем смотреть по результатам первой карты Дынюк. Но, в любом случае, Нави уже смогли стабилизировать свою экономику и поломать все просто своим соперникам. Это, конечно, тоже очень важно. Минус от Старикса. Что-то фокус тут не дочекал. Вот он, да. Вот он был. И плюс 1. Мне кажется, трудно будет FX этот раунд вообще на нем что-то придумать. Тут сейчас просто железно, наверное, сыграют Нави. Хотя, знаете, бывают по-разному. Бывают даже два игрока, там, подбирают девайс, а потом творят с него чудеса. Поэтому вообще нельзя ни на секунду расслабляться. Минус с Нео от Маркелова. Минус от Фокуса. Минус от Лорда. Ну, я довольно детально показывал этот эпизод. Потеряли Нави и Есенина. 2 в 4 в меньшинстве FX. 33 секунды. Ну, тут, в принципе, уже все понятно. По сути, что взяли там раунд Нави. Вот Старикса минусует Таза. У нас остается один Лорд против четверых. У него... Есть, да, девайс. Это минус у Фокуса. Но дальше уже его обнаружили. Конечно, трудно что-то будет сделать. Ну, и такая небольшая информация для людей в интернете, для фанатов DTS и Киричинет. Друзья, между ними идет игра. Параллельно смотрите ХЛТВ на Киберарену ТВ. И вы можете посмотреть за этой игрой. Маркелов. Маркелов все-таки догнал Лорда. Там Лорд... У него после второго фрага там очень мало ХП осталось. И... В принципе, трудно было ему выжить. 3-2. 3-2 в пользу Нави. Они выходят вперед в атаке на Днюк. Ну, опять же, по поводу статистики я уже вам напоминал, говорил. Сейчас, кстати, наверное, еще раз гляну, что там обновилась листа АТА. Все-таки процент... Процент. Мне очень интересен процент взятых раундов. На карте Днюк 46% защита, 54% атака. Вот такая статистика по двум дням вчерашнему и сегодняшнему. Из всех сыгранных Днюков атака брала больше раундов. Минус от Нео. Поймал он Сеню на приемнике. И плюс один для ФХ. В начале раунда Зевс капитана украинской команды сразу отвечает. Поймал Таза в будке. Польский игрок пытался сыграть агрессивно. Но его сразу же разменяли. И вот теперь посмотрим, наверное, за всем делом с карты. Как будут перестраиваться команды в этом раунде. И вообще, что они будут... Что они придумали. Такое небольшое затишье перед Борей. Да, друзья, сейчас все начнется. Сейчас будет очень, думаю, жесткий КС. Ну, я так включу штучку. Там удобнее надо будет смотреть за этой ситуацией. Минус фокус. Все-таки поймали его. Снизу. Минус от Маркелова. Размен. Три в три. Семь секунд. Шесть секунд. Нео. Паша тут же делает минус. Но тут уже не успеют никак. Очень долго выходили. Нави опять в последнюю секунду. И уже торопились ставить бомбу. Так бы, конечно, они могли остановиться. Сыграть. Но отстрел. Но не судьба. Три-три. Довольно раундная игра в начале. Тут, конечно, очень важный момент. Кто захватит по итогу экономику. Кто сможет оторваться вперед по ходу матча. Сейчас, конечно, было некое преимущество у Нави до этого раунда. Но в любом случае, если атака, защита берут через раунд. В любом случае, это выгодно атаке. Но защита чисто по специфике у Контра-Страйка дается меньше денег. Оружие дороже. И вот если будут выигрывать по одному раунду друг у друга. То в конечном итоге деньги закончатся в FX. Ну, посмотрим. Такая будет очень мозговитая игра. Очень грамотные игроки и одной, и второй команды пытаются играть стратежно. Очень волевые оба коллектива. И, конечно, очень титулованные. И здесь просто весь... Не знаю, свет мирового Контра-Страйка. Минус от Кубана. Потеряли двоих уже Нави. Минус от Дани Зевсу. На Б он поймал Пашу. Три в четыре. Ну, вообще, три в пять разыгрывается раунд. Сейчас три в четыре. И вот попытка от Нави как-то... Ой-ой-ой, минус Зевс от Нео. Как-то взять этот раунд. Но уже вот будет очень сложно. Маркелов и Есенин остаются вдвоем. Против четырех живых игроков. Рак Экзекиторс. И тут уже вот на последних секундах трудно будет что-то сделать. 12 секунд до конца раунда. 10. Ну что ж, сохраняют. Сохраняют свои девайсы Нави. Четвертый раунд для Фрак Экзекиторс. Ну и, в принципе, трудно пока сказать, имеет ли какая-то из команд некое преимущество. Пока довольно равная игра. И все-таки интересно, смогут ли на карте Нюк. Вот в прошлом году, да, на Бильбао в Испании встречались в полуфинале Нави и Фрак Экзекиторс. Там были карты по турам. И вот именно там Нави проиграли карту Денюк. Ну, после этого было много событий. Довольно позитивных для украинского CS Community был. После этого выигран ЕСВЦ, чемпионат мира украинцами. Потом в конце года было выиграно World Cyber Games. И вот в начале 2011-го в матче за третье место чемпионата Европы. Вы могли здесь его наблюдать, в Киеве, в киберспорт-арене. Здесь, конечно, были сильнее поляки. И вот снова первый минус от FX. Неос опять, наверное, поджал сбыли бы, прошил, сделал фрак с кольта. И Нави в меньшинстве потеряли игрока. Вообще, в принципе, вот если говорить о команде фрак экзекиторс, да, вот у них, конечно, на нюке большую работу делает Нео. Конечно, на него тут очень много постоянно в разных матчах вешают. Не то, что вешается работой, а, ну, такая стратегия у команды Нео выполняет. Да, сейчас вот как раз ему помогали там аж двое игроков. И вообще принять рампу было не проблема. 5-3, вот начинают набирать раунды FX. Но я уверен, что мы увидим ответ от НАТО Свинсер, от рожденных побеждать, уже в ближайшее время. Ну, в принципе, пока все ожидаемо. Нави берут раунды в защите, точнее, фрак экзекиторс берут раунды в защите. Нави там что-то берут в атаке. Хотя вот был момент, когда они вообще могли классно оторваться по счету, но там вовремя собрались FX и не дали уйти подальше на ТО Свинсер. ТО Свинсер ТО Свинсер Раунд за FX. Только что экраунд сыграли Нави. Но там не очень успешно, конечно, все получилось. И вот теперь уже, наверное, стоит что-то придумать. Ну, тут уже понятно, подсказки не нужны. Нави будут пытаться изменить игру. Но вот как? Давайте глянем, что они сейчас творяют. Понятное дело, что здесь будет много прострелов, как с одной, так и со второй стороны. Это вообще специфика карты Денюк. Она самая простреливающаяся. И здесь прострел можно совершить, наверное, с респа-контров на террорский респ. Ну, шутки шутками, но почти все позиции здесь простреливаются. Стенки, потолки, скалы, кирпичи и все вообще, что можно. Деревяшки. Деревяшки, будки и тому подобное. Так, 48 секунд. Нами продолжают играть в таком довольно медленном стиле. Не спешат они на Нюке. Не было ни одной еще быстрой аркады, там, какого-нибудь аркады в дверь. Такого не наблюдалось. Минус от Зевса. Здесь попытались FX сыграть агрессивно. ТАЗ минуснул Есенина. Небольшой размен произошел. Так агрессивный элемент игры от FX. Ну и 25 секунд до конца. Что-то пошла война. Минус от Зевса. Тут очень массивно раскидали гранат в Нави на точке. Минус от Зевса Маркелла. Минус от Лорда. 12 секунд. Минус от Кубана. Большой размен. Минус от Старикса. Два фрага. И берут раунд Нави. 6-4. Ну, еще пять. Еще пять раундов нам смотреть вам в первой половине. Ну и ни одна из команд не хочет уступать. И... Это все ДТС, да. Они продолжают нас развлекать. Даже играем мальцы третье место. Свойн Фабла поджал улицу. Да, там поймали. Сарикс поймал Кубаном. Поставил хэдшот. Там, по-моему, и Ваня ему помогал. Ваня в дым! Нет, не в дым. Это он кого-то со скалы там приговорил. Был Паша. И у нас уже 5 на 3. В большинстве Нави вот такое преимущество нельзя в атаке растерять. Ну и, понятное дело, одна из самых тимплейных команд нашей с вами планеты. Что такие ситуации должна уметь разыгрывать. Но всякое бывает. Поэтому это контр-страйк. Тем он интересен. Минус от Нео. Минус от Нео. Уже попроще. Минус от Маркелова. 4-2 ситуация. Нави в большинстве двойном. Все. Есенин ставит хэдшот Нео. Остался Лорд. Он убивает Маркелова. Он узнает, где находится Лорд. И теперь уже... Давайте следить за действиями украинской команды. И что там придумают парни. Как они будут завершать этот раунд. Минус от Фокуса. Да. Так долго ловили они Лорда. Но в итоге поймали. Выбили Девайс. 6-5. Раунд отставания от FX. Ну и два раунда подряд выиграна команда и Нави. Поэтому они сейчас свою экономику-то подналадят. Повыстро. Ну и вот. В принципе. Наверное явно понятно, что если они сейчас третий раунд еще подряд возьмут. То там уже будет все очень печально. Поэтому ни для кого не открою секрет. Поэтому нельзя расценивать как какую-то подсказку. Минус от Фокуса. Минус Лорда. Посмотрите какая аркада. Фокус просто проживает. Проживает рампы. Еще есть инфа. Посмотрите как тут. Нео. Минус 2. Паша. Что здесь дело? 3 или 4 игрока. Сколько здесь было? Так я не понял. Да. 3-4. Посчитайте что. 3-1 скульпой. Минус от Паши. Минус от Зеуса. И Паша убил его. 7-5. В пользу FX. Такой вот. Видите. 3-5. Только что вытащили раунд FX. Ну там доли секунды конечно вылетает Эдвард. Ставит 2 хэдшота. 5 на 3. Потом просто целая куча фрагов. Вот FX. Ну и 3 раунда нам осталось. В первой половине. Довольно равна пока что борьба. Но опять же мы помним. Знаем. Всегда про это говорим. Что у FX очень мощная атака на нюхи. Они конечно взорвут мозг любой команде на этой карте. Поэтому будет очень интересно что будет предпринимать НАТО СВИНСЕР во второй половине в своей защите. Ну в данный момент 9000 зрителей смотрят за этим матчем в интернете. Это только на канале Киберарена ТВ. Еще неизвестно сколько людей на ХЛТВ. На других стримах. Потому что не только мы комментируем. Конечно там очень много порталов сейчас комментируют этот матч. Не только в Украине. Там и России. Смотрите. Тут очень успешный прием на рампах. Второй раунд подряд получается. У фраг экзекьюторс. Минус фокус. Лорд. Откуда такое было сделано? Ну вот там Старикс ворвался. Нет. 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 Ничего не получается. 8-5. Сразу же моментальный ответ. Вот казалось бы НАВИ уже додавили до того момента. Что досталось взять раунд. И все там посыпались в BFX. Ну как посыпались. По экономике просто. Был бы шестой раунд у НАВИ. Дальше ЭКО. Семь. И вообще можно было очень круто закончить в сторону. Но пока. BFX очень уверенно и стабильно все-таки защищаются. 8-5. Этого 10-5 допустим им может хватить. Хотя. Кто его знает. Опять же играют Гранды. Так. Сережа. Уже пропечатал с деглаз. Первая пуля. Причем один выстрел мы слышали. Убирает НЕО. Вот кстати на какой позиции. На поджиме. И есть преимущество. Плюс один по игрокам. Но вот. По оружию совершенно другая история. Так. Делс начинает двигать на улице. Башу минус 2. Старикс минус Таз. Башу. Минус от Паши, минус от Старикса. Не дает никак поставить бомбу Старикса. Еще минус Старикс! Жесткий момент. Берется Эко. Эко с деглами и глоками. И Сережа с подобранного кольта Нео просто творит чудеса и берет раунд Нави. 8-6. Последний раунд первой половины. Что минус отслышал? Инфу лево, дегл поджал Зевс. Сразу дал минус. Ох, как неудачный Эдвард. Казалось, что вот уже там делает фраги, разрывает. Но не всегда, друзья. У нас происходят точные попадания. К сожалению, промахи являются неотъемлемой частью любимой нашей игры Counter-Strike. И без них уже никуда. Ух, как взорвали здесь девятки. Кубана, минус от Есенина. Нави уже вчетвером против одного игрока. Сблайнфа сзади. И Старик ставит хэдшот. Лучшая статистика после первой половины у Сережи. Он там, конечно, подраздал плотно. И 8-7. Минимальное преимущество. Фраг экзекьюторс. Нави берут 7 в атаке. И вот теперь посмотрим, смогут ли они отстоять эти 7 раундов и сыграть успешно в защите. Продолжение следует... Ну что ж, у команд последнее обсуждение перед боем. Последнее обсуждение второй половины. Она будет непростая явно. Да, ну, конечно, веселая ситуация. С Данюком вышла. Нави, конечно, явно не были готовы. Но вы видите, что-то... Что-то, да, получается. И 7 раундов сейчас в атаке было выиграно. Конечно, главный вопрос. Главный вопрос. Пистолетный раунд. Помним первую половину. Пистолетный раунд берут... FX. Но после этого Нави буквально сразу там в третьем раунде берут девайсы и берут 2 или 3 раунда подряд. Ну, 2 раунда подряд. Потом Мэка, третий. А потом FX сравняли счет и он стал 3-3. Вот теперь смогут ли Нави взять пистолет и удержать... Точнее, сравнять счет и потом удержать свое преимущество. Вот самый главный вопрос. Смогут ли они вообще вот защищаться. Ведь FX классно атакует. Часто даже, вот я видел сегодня, использовали даже АВП в атаке. Причем это приносило свои плоды. Паша очень плотно там попадал. Очень хорошо. Ну вот, интересно продолжение этой карты. Что же будет дальше на Нюке? Напомню, кто только недавно подключился. Друзья, вы смотрите финал Суперкубка Intel Challenge. Прямая трансляция из Киев-Киберспорт-арены. Комментирует игру Тафа. И у нас первая карта и ее вторая половина. Дынюк. Ну и счет 8-7 пользу FX. Просто минимальное преимущество. И совсем скоро будет продолжаться эта игра. Как только вернется Данила Зевас. По штуке уже. По штуке уже. Да, пошли. Ну что, друзья, ДАС-2 выигрывает команда ДТС у Киричинет. Первая карта матча за третье место. 16-6, ДАС-2 за ДТС. Продолжение следует. Продолжение следует. Что, друзья, продолжается встреча. Вторая половина. 8-7. Счет в пользу польской команды Frag Executors. И пистолетный раунд. Уже только что была небольшая перестрелочка. Там постреляли в дом. Но без фрагов. Все спокойно. Все спокойно. И вот посмотрим, чем все может в этом раунде закончиться. Минус от Нева. Минус Есенин. Минус от Диаса Маркелова. Сразу два фрага делают. Нави. Вот Маркелов. Старикс Маркелов. 8-8. Вы видели. Вот FX вышли на Аплэнд. Казалось, что да. Первый фраг сделали. Сейчас будет очень удачная игра. Но моментальная встреча. Маркелов минус 3. 3 фрага от этого парня. И вопрос был снят. 8-8. Ну что, по одному пистолетному раунду выиграли команды. Вот теперь посмотрим, что будут делать FX. И что они будут решать. А вот уже понятно. Посмотрите. Минус от Лорда. Пробивают Есенина. Добывают преимущество. Минус еще от Лорда. Он убивает просто двоих. Ставится бомба. Вышел фокус. Минуснул Кубана. В большинстве фраг экзекьюторс. И уже бомба стоит Маркелов. 3 на 3 ситуация. Маркелов хэдшотом минусует Пашу. Минус от фокуса. На Ави в большинстве 3 на 2. Старикс минус Лорда. Трое против одного. Остался у нас Таз против троих. Минус от Таза. И минус от Старикса. Ну вот могло все печально закончиться для Ави. Но в этот раз ребята справились. И разыграли. Раскатали там 3 в 5 по итогу. Молодцы. Тоже это было непросто. Особенно против FX. И 9 раунд для Натус Винсер. Они вырываются вперед. В этой встрече. Ну и конечно нам интересно развитие событий. Вторая половина карты Денюк. Очень мощная. Играют обе команды. Понятное дело первая карта это выбор фраг экзекьюторс. Именно эта карта Денюк. Вот следующая карта будет выбор Нави. Ну в любом случае что здесь вот что на Дасте будет очень много борьбы. Ой-ой-ой какой размен прием от Нави. Минус 3 девайса были у FX. И все принимается. Не пускают на осенний фокус минус 2. Ну очень жестко сыграли Нави. Вот очень важно то что они сейчас не отдают раунды. И конечно посмотрим что будет дальше. Но пока очень мощно. Очень мощно защищаются. Кубан 0.3. 7-1 фокус. Это вот некая статистика по фрагам. Старикс 3.0. Еще ни разу не погибала на второй половине. Но в общем-то это не самая главная статистика. Самая главная статистика она вот выше над этими полосками. Это счет. Счет в раунде. Ну счет в игре. 10-8. Пока уже на два раунда вырвались Нави. Но это может быстро закончиться. А может быть и нет. Может быть они сейчас очень плотно прям как на трене встанут и отстреляются. Кто его знает. Мы не знаем опять же как играют Нави на нюке. Они сами особо не знают наверное как они играют на этой карте. Ну и вот мы сейчас. В этом то и есть фишка. Да вот. В этом и загадка. Что в принципе по сути мало кто знает как играют Нави на нюке. Поэтому может быть так Нави как бы пока что идет игра у них. 11-8. Хотя FX наблюдали. Наблюдали полуфинал против Керченет на этой карте. Активно следили за Нави. Смотрели их нюк. Но в принципе пока возможно это принесет свои плоды. Но пока Нави впереди. Остается 5 раундов до победы украинской команды. 11-8 в пользу Natus Vincere. Счет в игре. И повторюсь. Но 5 раундов осталось Нави до победы. Маркелов с ВП. Минус от Марика. Ну вот. Да. Вот это вещь, которую нужно было использовать. Второй хэдшот от Маркелова на улице. Конечно имба Маркелов. Ну вот тут он пропустил. Да. Пропустил Нео за ангар. Сразу же получил хэдшот. Но в любом случае есть преимущество у Нави на одного игрока. И это уже важно. Важно большинство. Там уже Зера порешал всю инфу. Я слышал, что контролируется карта Нави. Минус от Есенина. Что ТАС. Минус Девс. Дал инфу. ТАС. Минус Есенин. 2 в 2. Опасный момент. ТАС. Минус 3. Продолжает он потрошить. Вот Старикс его подловил сейчас. Ситуация 1 на 1. Бомба установлена. Ну что, Лорд против Старикса. Да, берет раунд лорд. Хороший разыгранный раунд 3-5 от Фраг Экзекьюторс. Здесь очень тяжелую ситуацию они вытащили. 11-9. Конечно, ТАС сыграл просто на уровне и просто раздал там. Просто 3. Минус 3 от него в середине раунда. Минус 4 в общем. Нет, минус 3. Ну и закончил лорд раунд. Сейчас эти парни тащат дико. Кубан пока 0-5. Ну и 2 раунда между командами. 11-9. Минус от ТАЗа, друзья. Минус Есенин. Бомба установлена. И теперь посмотрим, что придумают Натус Финцер в этом раунде. Убивают Зевса в 9. И теперь уже 3 в 5. Тут, тут. Тут сложновато. Паша нашел. Сережа с Аликса сейчас поставил ему хэдшот. Через 30 секунд и с половиной. Намного раньше. Что-то я прослушал. Взорвалась бомба. И 11-10. Раунд между командами. Два раунда подряд, по-моему, от фраг экзекюдерс у нас уже. И довольно непонятная ситуация. Вот тот раунд, помните, когда Марик дал минус 2. Конечно, очень важен был для Нави. И важно было, чтобы они вот и тогда выиграли. Сбили еще один девайс. И не дали бы оставить бомбу. Тогда, конечно, вообще было бы все шоколадно. Для Нави на нюке, но играют они ни с кем-то не было. Повторяется двухнедельный финал чемпионата мира. Ну, чуть больше, чем 2 недели. 3, наверное, недели. Минус от Маркелова. Минус от Нео. Минус от Кубана. Минус фокус. Минус от Кубана. Минус от Кубана. Он просто там в будке забажил, расстрелял всех. Там такой сплитек был. Остались заселенные девайсы, плюс пистолеты. Но не вышло. 11-11. Ничья. И нам еще наблюдать. Ну, не то, что как минимум. 8 раундов есть еще во второй половине. Конечно, если какая-то из команд сейчас возьмет 5 подряд, то посмотрим всего 5. Очень интересно, что сейчас придумывает Нави. Очень равная игра на Нюке. Минус от Таза. Минус Есенин. Смотрите. Продавили Есенин очень плотно. И в большинстве остается АФХ. Минус от Фокуса. 4 в 4. Бомба установлена. Сейчас, конечно, Нави будет собирать инфу. Кто где. Где враги. Минус от Лорда, минус Зевс. По-моему, знают, где находится Старикс. И вот теперь интересно, что будут делать игроки Натус Винсру. Что ж, взрывается бомба. У нас прошел сейф от Нави. 12 раунд выигрывают ФХ. И снова вырываются вперед. Здесь, конечно, сумасшедшая борьба на первой карте. Ну и вот ключевой момент. Один из ключевых моментов в матче. Очень важный сейчас будет раунд. Важный со стороны экономики. Да и морали тоже, наверное, все-таки. Не так много раундов осталось выиграть одной или второй команды, чтобы одержать победу на первой карте. Очень тихо пока на карте. Вообще, крайне аккуратно. Все 10 игроков. Сейчас каждый фраг важен. Каждое точное попадание. Каждое там слово сказанное. Инфа. Конечно, нервишки в такой момент начинают шалить. И минус по Паше. Минус Зевс. Казалось, что Зевс начинает первой стрелять. И казалось, что сейчас будет преимущество для Нави. Не тут-то было. ФХ в большинстве. Кажется, тут минус от Нео. Ой-ой-ой, в девятке. Поляки разрывают. Просто они в этом раунде на Тус Винсер. Остается один Эдвард против пятерых. И что можно сказать? Ну, это станет счет 13-11. И плохая экономика у Нави. Тут, конечно, много вариантов. Можно рискнуть. Можно не рискнуть. И сыграть Эко, сделать 14-11. И потом тащить все оставшиеся раунды. И либо хотя бы там вывести матч на овертайм. Сейчас мы увидим, что предпринемут Нато с Винсер. Пока минус один от фокуса. Он пытается сохранить свой девайс. Минус два. Минусует Кубана. Минус три. Минусует Лорда. Пытаются его тут выкрить его. И забрать его пушку. Но пока не позволяет это сделать Эдвард. Ну, вот уже Паша его нашел вместе с Тазом. Выбивают девайс. И выигрывают 13-й раунд в этом матче. Три раунда до победы АФХ. Но эти три раунда, я думаю, Нави так легко не отдадут. Три раунда. Что? Минус Атаза, минус Тарикс Крайне аккуратные поляки сейчас, конечно Такой момент в игре Когда малейшая ошибка может Просто перечеркнуть все планы Польской команды, потому что если они сейчас Дадут нюк, то тогда Вообще громаднейшие шансы на победу В чемпионате будут у Натус Винцер И поэтому сейчас Нави очень тоже сильно Зацепились за эту карту Минус от Зевса, минус от Таза Минус от Фокуса, минус от Зевса, минус от Маркелова Что происходит? Лорд последний, Зевс Второй Экораунд выигрывают Нави В этом матче, да что ж так Что происходит вообще И сразу ДТС тоже отвечают Тринадцать-двенадцать Впереди Эфикс Ну а вот только что вы видели Сумасшедший, мозгодробящий раунд От Натус Винцер Они слились с деглами, да Не было денег, купили пистолеты Серебряные пистолеты, которые Порешали Решали очень много Маркелов Я даже не знаю, с какой позиции А, вот даже вообще, даже вот так Даже с улицы поставил хэдшот Минус от Таза снимают Даню Зевса Четыре на четыре ситуация Минус от Нео, минус Тарикс Плюс один для Айфикс Ох, как тут Нео просто раздает хэдшоты Фокус, казалось бы, увидел уже Его там ногу, колено И казалось, что сейчас Эдвард сделает фраг Нет Не получилось Четверо против одного Есенин остается Стоит уже бомба Ну и хорошая возможность Для Айфикс Сейчас Очень хорошая возможность Они уже взяли Четырнадцатый раунд игры И тут, конечно, очень интересный момент В этом матче И минус Минус от Лорда Ну что, Айфикс берут 14 14-12 Два раунда между командами Два раунда до победы Айфикс На первой карте Хорошая Все-таки получше экономика Явно, чем у Натус Винсер Ну и, возможно, вот А это, наверное, сейчас Буквально Супер решающий Супер раунд От команд Победа, в котором Очень много будет значить Ну, для случая Айфикс Они просто возьмут 15-й И последним у Нави Просто будут очень ужасные деньги Но, если Нави возьмут То у них будет оружие И в следующем раунде Они смогут побороться Минус от Лорда Сеня Сдегла Минус Лорд Сеня Сдегла Еще оставит Один хэдшот А что? Старик Сдегла Еще один минус Была инфа от Нави Знают, где вроде бы Находятся Оба Но Непонятно Непонятно Три в два ситуация Минуты четыре секунды Есть у Айфикс И поэтому Тут может произойти Все, что угодно Ого, как вырубил Нео только что Малико Ну, это, наверное, вот Как мне показалось Не было армора Кубан Кубан в канале Нашел Сережу Сеня 12-12 Три матчпоинта На первую карту Для Эфикс Минус от Нео Минус Зевс Да, я как-то ворвался В дым пытался Но это непросто Четыре в пять Конечно Колоссальное Сейчас напряжение Я думаю Для фанатов Натус Винсер У них тут Лютейшая ситуация Ой-ой-ой Фокус мог 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 Дать два минуса Но Там, конечно, тоже Сразу же Прифайром Игроки, которые ослепили Там просто зажимали И поставили Хэтшот Умудрились поставить Сеня Маркелов Два на два ситуация Смотрим Лорд минус Сеня один против двоих И вот сейчас, наверное, решится Судьба этого Ну, либо раунда Либо матча Минус от Лорда Победа команды Фикс на первой карте Это выбор Фикс 16-12 И ДТС радуется Эти орудь Победы Вообще Там уже вторая карта Между ДТС и Керочнет Матч за третье место Первый взяли ДТС Напомню вам, друзья У нас небольшой перерыв И после этого Сразу же Вторая карта Дедас 2 На ваших экранах Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok